В интернете гуляет очень много записей так называемых аборигенных собак, которые снимаются в разных странах Центральной Азии. Но частенько нам показывают собак на цепи, либо в загонах, либо в питомниках. Вот этот фильм мы посвящаем собакам Таджикистана, аборигенным среднеазиатским овчаркам, которые на самом деле являются аборигенами. И мы ждем таких же фильмов из других Центральноазиатских республик, из Ирана, из Афганистана. Мы бы хотели увидеть аборигенных среднеазиатских овчарок, которых в разных странах называют по-разному, но тем не менее это остается одна порода. Вот в таких условиях. Вот посмотрите, это снимал корж Андрей из Украины. Он проехал многие места в Таджикистане, в частности это на юге Таджикистана. Это ближе к Шаритузу, Кабадьяну, Полуонтугаю. Вот это вот татары, например, из селения Зиде. Но они зимуют все время в Шартузе, ближе к границе с Афганистаном. Вот посмотрите, в каких условиях они проживают. Нет никаких цепей. Это рабочие собаки. Помнишь, что-то вот черного. Вот о чем говорит и Андрей сам. Вот он очень похож на него. Что собаки очень красивые. Красивенные. Вот с той стороны. И очень ему в душу запал вот этот вот рыжий кобель. Но хочется сказать, что великолепный, конечно, кобель. Но с каждой отарой, по ощущениям новой отары, глаза открываются по-новому и видишь все новых и новых, еще более красивейших псов. Посмотрите. Ну вот невеликолепен ли? Великолепен, конечно же. Вот. Слышите вы, наверное, слова Андрея, который говорит, красавцы. На самом деле. Ну вот хозяева говорят, что в эти районы, в эти места волки не приходят. А волки в основном там, в Зиде, там нападения. И медведи есть. Поэтому и собаки отличные. Зиде – это тот кишлак в Арзовском ущелье, откуда происходит знаменитый Барфак. Ну, я думаю, что ни одна из этих собак не хуже, чем Барфак. Великолепные псы. Вот рыжему псу, который был на первых кадрах, ему 8 лет. А это его, как говорится, единоутробный брат другой. Вот это вот 8-летний кобель, который на дальнем плане рыжий, 4 года. И можете убедиться, что собаки очень породные. Проживают они в таких условиях. Они рождаются и погибают, защищая отары, защищая овец. Все время находятся они среди овец. Видите, на вид кажется, что такие меланхолики, меланхоличные собачьи. Но это все обманчиво. Ну, посмотрите, другой пирож, тигровый. Вот это вот молодое поколение подрастающее. Это в году родились, да? Одногодки. Это еще годовалый псы. В Атарах заменяемость собак очень большая. Как мы уже много раз говорили, что они погибают в борьбе с хищниками от болезней. Потому что многие зоозащитники пишут у нас на канале, что вот, почему бы им не поехать туда, не сделать глистогон, не сделать прививки, не сделать то, не сделать все. А вот такой вопрос. Как вы думаете, когда формировалась эта порода, существовали ли ветеринары, всевозможные антибиотики, всевозможные лекарства против паразитов, против клещей? Чем и хороши аборигенные среднезавские овчарки для Таджикистана, что они малозатратны. И вот в таких условиях они выживают. И опять-таки скажу, что мы небольшие сторонники того, чтобы вот этих вот великолепных собак вылазили в квартиры или даже в частные дома, куда-то в другие места. У них на роду написано быть охранниками, отар, сражаться с хищниками, противостоять катаклизмам природы. Вот посмотрите, как органично они вписываются в природу, в те условия, в которых они находятся. Опять-таки скажем, что вот здешние места, это Шаретуз, здесь полупустыня почти. Уже дальше, туда, куда они поедут дальше, это уже полгонтухай, это тигровая балка. И кажется, что вот эти псы органичны как раз-таки вот к этим условиям. Но на самом деле, буквально через месяц, вот это снималось весной 2008 года, они уже стартуют в горы, к самым заснеженным пикам. И там они тоже органичны. Они охотятся, охотят эти собаки и на кабана, и на другую живность, в том числе на сурков, на лисиц, на волков, на шакалов. Вот все, что попадается им по пути, они охотятся на это. Посмотрите, какие великолепные кадры снимал Андрей. Дай бог ему здоровья и здравствия за то, что он вот такой уникальный материал собрал. И сейчас вы увидите, что снимал он много отар. И мы сделали такую вот подборку собак, которых он снимал. Красота, одним словом. А это вот ночью попали они тоже вот уже в полгонтухай, это в тигровые балки. И наткнулись на стоянку чабанов, которые... Видите, вот здесь вот, у них здесь три собаки, как говорится. Ну, посмотрите, тоже, хоть и на ночная съемка, видно, что собаки породные. И сразу хочется сказать, что вот эти вот ребята, простые таджикские чабаны, сразу же предложили гостям переночевать, потому что говорят, что двигаться дальше куда. По той стороне реки уже Афганистан. Тем более, что здесь вот такие вот великолепные собаки. Вот видите, очень адекватный проводник АХАТ рассказывает, что Андрей интересуется собаками. Видите, а собаки властятся, они добрые к тем, кого они знают. Но попасться им на зуб не хотелось бы никогда. Пошли. Заходите. Вот видите, сразу говорят, пошли, заходи. А это уже съемки утром, после того, как они переночевали. Вот они, эти собаки. Заводится машина, и продолжается движение. И вот уже следующий пес. Посмотрите, какой великолепный пес. Это собаки из севера Таджикистана. Из Айнинского района. Мощный кобель. Вот Андрей говорит, что кобель мощный. Опять-таки, обращаюсь к тем экспертам, которые пытаются разделить собак на морфы, на типы, на подтипы и так далее. Вот посмотрите, собаки аборигенные. Они не могут быть однородными, как, скажем, немецкие овчарки или как ротвейлеры. Это не заводская порода. Но, тем не менее, когда ты глядишь на северную овчарку, ты не ошибешься в пародии. Вот посмотрите, еще идет отара. И пес внимательно смотрит. Ну, никакой драки нету. Кобель с ревом несется. Они знают, что здесь находятся другие собаки, другие отары. Вот Чабана рассказывает о том, какие у него раньше были суперсобаки. Ну, это всегда всем повисующе. Все говорят, что в прошлые годы все было намного лучше. Ну, вот он рассказывает, что во время гражданской войны в Таджикистане вот грабители пришли, говорит, расстреляли всех собак его. Он говорит, что последнюю собаку хотели убить, но он ее обнял, не давал, говорит. Он сейчас Ахат еще переведет, посмотрим, послушайте. Раньше сюда приезжал председатель колхоз, да, с машины не мог вывезти. Он завязывал собаку и потом он выходил, баранов смотрел, да. Вот во время вот этой гражданской войны у него собака застрел, последний отец оставался. Когда я его вот так обнимал, говорит, не застрелите, его вытолкнули, блин, это, прикладом дали, и четыре, блядь, пули застрелили. Вот от него это у тебя осталось. Ну красивый очень пёс. А можешь, чтобы он встал? Тур, холи. Вот видите, пёс великолепный, конечно. Вот это остаток тех, как говорится, собак, которые остались из-за Чабана. Укажут, Чабана есть своя история. А это вот, вот сука идёт. Но Чабан сказал, что она кусает. И поэтому и Андрей, и Ахарт быстренько ретировались в машину подальше от этой собаки. Конечно, сумбурные съёмки немножко, но потому что снимались это всё с камерой на руках. Вот. И на это нужно делать скидку. Тем не менее, опять-таки скажу, что материал великолепный. А вот уже другая отара. Сазаудзох. Это вот тоже. Проходят. Вот ещё одна отара. Это уже собаки айнинские. Но тоже всё это вот в полвонтугае, в районе тигровой балки снималось это всё. Вот видите, пёсик отдыхает спокойно. Ну, это совсем молодые собаки. Заигрывают они с посторонними. Их ещё не научили быть осторожными и агрессивными. Но, тем не менее, вот мы видим, что все они однородные. Это значит, что родители у них одни и те же. Что это всё, скорее всего, один помёт. Который чабаны вот оставили для того, чтобы продолжить, как говорится, работу. В дальнейшем они вырастут, конечно же, в охранников отары. Вот Андрей тоже наслаждается этим видом. Этих собак. Ну, какой морфий теперь их отнести? Кто скажет? Вот такие вот они, аборигенные среднеазиатские овчарки. Великолепные, опять-таки, хочется сказать. Красивые очень. Вот ещё идёт старый кобель. Вот рассказывает Чабан, что эту собаку ещё в детстве машина наехала на ногу этому кобелю. Вот посмотрите, какой органичный пёс тоже. Великолепный. Великолепный пёс. И рядом с ним его дети. И вот, как мы уже говорили, вот, в основном щенки. Очень хорошо можно определить, кто всё-таки отец у щенков. Потому что они похожи прямо на своих отцов. Бесподобный, посмотрите, как будто бы маленькая копия своего отца. И пришёл, вот, нежно с ним общается. Ну, вот, рассказывает Чабан, что они сами происходят из центра Айни. Кишлак называется Варзи Монор. Это уже центр района. Вот. Но, так как это всё Заравшанская долина, он говорит, что всех нас называют мачои, мачинцы. Потому что, ну, из-за того, что Ахат не очень хорошо переводит на русский язык, он как-то путается в терминах. Вот. И поэтому поясняем для тех, кто слышит, о чём идёт разговор, что эта Атара как раз-таки из центра Айни. Она из Урмитана, даже ближе к Урмитану. Так что, видите, на юге Таджикистана собаки находятся и из Зиде, это Варзовский район, и из Айни, и из Пинжикента. Здесь же есть Атары из Тавильдары. Это тоже юг, но это предгорье Памира. И опять-таки скажем, что вот сколько не снимал Андрей, собак на цепях, собак в питомниках вы не видите. Вот это естественная среда обитания этих собак. Такие вот разговоры ведутся. Ну, посмотрите, ещё один пёс, встречный тоже по пути. Это тоже мачёвский народ. Они просто его так зафиксировали. Старый пёс. Охраняет тоже здесь, в дороге. Вот уже другие кадры. Это уже собаки из Раницкого района. Это тоже великолепные псы. Посмотрите. Да, они очень похожи. Ну что? Вот это. Можно ли говорить о том, что утеряны какие-то морфы, какие-то подтипы, типы в Таджикистане. Я думаю, что диванные эксперты, которые говорят об этом, они даже просто не представляют, что такое отарные собаки, как они разводятся. Да и жизни этих собак они не знают. Многие те, кто с упоением пишет о собаках с Центральной Азии, бывали здесь налётами, посещают в основном питомники, где разводятся собаки для боёв, в которых давно уже замешаны всевозможные крови. Вот этих реальных собак эти люди и не видели никогда. Для того, чтобы увидеть это, нужно колесить по дорогам, а большей частью по бездорожью, подниматься в горы, ехать в пустыне, смотреть. На это время тратить своё время, на это тратить свои финансы какие-то, потому что это не дешёвое удовольствие посещать отары, бензин, машины. Андрей на всё это потратил тоже немало денег, чтобы увидеть вот эту вот красоту. И не только он один, приезжали сюда и Семёнов, и Горохов, здесь и Ар у нас был, вот, Иванова здесь я была, посещала, тоже видела. Люди, которые видели хоть хотя бы толику вот этого разнообразия и в том одновременно монолитности этой породы, должны понимать, насколько они удивительны, эти собаки. Вот посмотрите, великолепная сука идёт к своим детишкам, это пинжикенские собаки, вот, например. Ну, они же поэтому хорошо и выглядят, хорошо едят. Подходите, Андрей, не хочет, потому что это небезопасно. Ну, посмотрите, какие, опять-таки, подчёркиваю, что вот в таких условиях какие великолепные и какие породные собаки. И кто скажет, что это не так, ну, то есть, пусть бросает меня камни тогда. Вот такие идеалистические картинки, конечно же, но на самом деле за всем этим стоит выживание, борьба за существование. И именно вот в такой борьбе и рождается эта порода, она родилась в этой и продолжает существовать. И без этих компонентов породы уже не будет. Вот другие уже совершенно собаки, тоже встречены ими по дороге, абсолютно. Ну, к какой морфе отнесёте их, господа, эксперты? Скажите нам, пожалуйста. Мы сразу говорим, да, это аборигенная среднеазиатская овчарка. Саги-Тоджики, саги-Дахмарда, саги-Чупуни. Нету никакого различия в этих терминах. Это всего лишь местное название аборигенных среднеазиатов. И поэтому лукавят те, кто говорят, что в Туркменистан собаки пришли с тем-то племенем, с таким-то племенем. А до того, как это племя пришло, что у туркменов не было собак, что ли? Или где-то в другом месте не было овец или собак. Ну, это просто. Просто люди пытаются тянуть одеяло на себя. А этого не стоит делать, потому что эти собаки проживают здесь пять тысяч лет уже. многих племен, которые себя бьют в грудь, тогда и не было. Но, по крайней мере, на этой территории. И вот посмотрите, опять-таки, вот эти вот доморощенные эксперты, что скажут об этих собаках? Каким морфом отнесут они вот именно этих собак? На многие эти вопросы ответов, конечно же, так называемые эксперты дать не могут. Для этого нужно приехать и хотя бы, как Андрей, в течение четырех лет посещать Таджикистан, знакомиться с собаками, знакомиться с жизнью чабанов, изучить их привычки, повадки и увидеть, что в своем многообразии все-таки это одна порода. И разделить ее по национальным признакам народов невозможно. Вот посмотрите, вот этот пес напоминает многих афганских собак, но это не значит, что он привезен из Афганистана или вот этот четырехглазый. Напоминает банхара? Может быть. Но это не так. Вот посмотрите, великолепные собаки, они великолепны своей красотой природной. именно вот в этом природном антураже. А откуда они куда ходят? Любой заводчик имел бы за честь иметь вот таких собак. Но их призвание охранять атары, заботиться о ягнятах, о козлятах, заботиться о скарбе чабанов. И вот они такие вроде бы, посмотрите, простые собаки, но на защиту встанут в секунду и нежелательно выходить к ним, потому что они, конечно же, агрессивны, потому что такая жизнь и такие требования к этим собакам. И кто говорит, что не приветствуется нападение на человека, на чужака приветствуется. Почему нет? Потому что задача его охранять не только от хищников, отару или имущество чабанов и имущество хозяина. Охраняет от всех чужаков. Ну вот вместе с Андреем путешествовал еще один парень молодой. Он по окрасу вот говорит, похоже на лайк. И вот Андрей популярно объясняет ему отличия от лайки. Вот мы видели в одну из отар, вот с эфатом ездили, там была действительно какая-то лайка, да. Я скорее всего даже чистая лайка. Типа маламута или хаски четырехглазая. Но у этой вот посмотри, где уши находятся, вот на таком уровне. У лайки ушки на макушке, а у этой собаки вот здесь уши. И разрез глаз не такой. Лайк глаза круглые, а весь здесь косые, миндалевидные такие глаза. Ну вот популярно Андрей объяснил отличия. И вот мы видим, что в свете готовы атаковать чужаков. Чабан уже отошел и сразу же моментально следует агрессия в отношении двигающейся машины. А так по себе псы великолепные конечно же. Атлетичные, спортивные, ни грамма лишнего у них нету. Не то, что о килограммах тут не говорить не приходится. Ну и какие, посмотрите, сложения, какие движения великолепные в этих псов. И опять-таки все это на фоне великолепной природы. А вот уже другой пес тоже проходит вот такой вот встречный по дороге Азиат. А вон там целый даже скачет еще один молодой черненький пес. когда черный? Даже Андрей его спутал пшом, которых они снимали, но два черных они его не снимали. Вот посмотрите, это тоже молодые псы любопытные пришли посмотреть кто пришел их снимать. Это кобелек, по морде видно. Что это не сучка. Нет, знаешь, у тех по-моему уши так не были обрезаны. Это другие. Но похожие. Видно где-то помесь одна была. Ну как что значит помесь. вот еще еще одна тара где Андрею повстречались еще одни собаки которые в произведении у него огромное впечатление. ну бля здоровь а ты просто надо подъехать моим моим ну и вот это последние собаки которых мы показываем в этом фильме и обратите внимание на их красоту и кажется что красивее уже не встретить но это не так просто следующие отаре будет еще красивее собаки а дальше еще больше но тем не менее посмотрите какие великолепные они вот видите вот это называется аборигенные среднеазиатские овчарки саги тоджики саги чапуни или саги дахмарда как у нас их называют и огромное спасибо Андрею за вот такие вот великолепные кадры и за то что мы имеем возможность наслаждаться этой красотой мы тоже делаем съемки и у нас съемки не хуже но огромное спасибо за вот эти вот кадры спасибо Андрюш 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 Продолжение следует...